Субтитры делал DimaTorzok Для ТХ-7 это драконы 2 левла, для ТХ-8 драконы 3 хоги 4, для ТХ-9 вальки 4, хоги 5. Рашеров и дисбалансеров клан не берут и прокачка должна соответствовать уровню ТХ. Ребята в свою очередь готовы предложить вам отличный донат, а также отдать все знания, которые знают сами и конечно от вас желательно быть готовым учиться, адекватно воспринимать критику и уметь принимать помощь от более опытных игроков. Хэштег клана я конечно же оставлю в описании, а также ссылку на группу вконтакте данного клана. Ну и как вы догадались уже по заставке сегодняшнего видео, у нас приближается Хэллоуин, а это значит, что и в Clash of Clans нас ждет с вами что-то интересное. Возможно следующую информацию уже кто-то где-то прочитал, кто-то наверняка еще ничего о ней не слышал и конечно же всем хочется узнать, что же у нас будет в этом году на Хэллоуин. Как мы с вами знаем, каждый год Supercell придумывает что-то новенькое для каждого праздника и конечно коллекционеры препятствий знают это лучше, чем кто-либо другой. Что касается очередного коллекционного препятствия, в этот раз это будет не куст, не тыква, а вот такой вот череп. Я думаю, что это в принципе отличный вариант, потому что такого еще не было, что-то новенькое и естественно те, кто любят собирать препятствия по краям базы, наверняка их сохранят. Также на Хэллоуин у нас появятся два новых юнита. Первый юнит это тыквенный варвар. В принципе это обычный варвар, только на голове у него находится тыква. Как это все будет примерно работать можно увидеть вот на этой гифке и это на самом деле немножечко напоминает тарану, потому что как и в случае с тараном необходимо сначала добить варвара до той степени, чтобы тыква упала и после этого он превращается в обычного варвара. А следующий юнит, который появится на Хэллоуин это будет гигантский скелет. Конечно он полностью взят из клаш рояля и действует точно так же. После его смерти остается небольшая бомбочка, которая разрушает все, что находится рядом. Ну к примеру вот на этой гифке видно, что такой скелет сможет например забрать фабрику заклинаний. Не знаю насколько это будет хорошо использоваться в составе армии, скорее всего это будет как и с предыдущими юнитами больше похоже на фан, однако же наверняка умельцы смогут сделать красивые трехи и даже с такими юнитами. Также я думаю, что суперсел вряд ли отойдет от своих обычных традиций. Это буст за один гем, поскольку как правило всегда это бывает и я думаю, что в этом году будет то же самое. Я думаю, что это неплохой способ поднять побыстрее ваших героев, нафармить ресурсы, прокачать забор или что-то еще, потому что такое все-таки согласитесь бывает не так часто и конечно этим нужно пользоваться. Вот такие пирожки нас с вами ожидают на этот Хэллоуин, напишите в комментариях понравилась ли вам в этом году идея разработчиков. Ну а всем, кому понравился обзор, подписывайтесь на канал и конечно же ставьте лайки. Всем хороших войн, пока-пока!